Продолжаем. Сейчас мы с вами посмотрим последний язык программирования, который часто ассоциируют с логическим формальным выводом. Значит, язык-провог, он исторически был одним из первых языков логического программирования, привлекает к себе внимание именно своей простотой, то есть у него достаточно мало средств программирования, вот при этом достаточно мощные средства, позволяющие строить, в том числе, экспертные системы, продакционные системы. И часто, если посмотреть примеры систем, именно таких научных, которые доступны для всеобщего обозрения, то они часто делаются именно на языке-провог, что в целом объясняет, с одной стороны, простоту этого языка, его понятностью. Ну, по поводу понятности, там отдельная тема, то есть он вроде простой, но там достаточно сложные конструкции можно строить, поэтому не всегда можно понять, что там происходит, но, тем не менее, он достаточно тоже популярен именно в академической среде. Вот, то есть на нем многие модели искусственного интеллекта строятся именно на языке-провог. Одну из систем мы сегодня тоже посмотрим, которую можно найти в открытом доступе. Значит, в принципе, что про него можно сказать, про язык-провог, да, что он, ему уже там чуть ли не 50 лет этому языку, он один из первых языков вообще программирования, который был. При этом, несмотря на то, что он был одним из первых, он при этом до сих пор находит некоторый интерес в сообществе разработчиков искусственного интеллекта за счет тех возможностей, которые у него заложены. Ну, если кратко сказать, да, что он из себя представляет, он позволяет, ну, тут просто пока некоторые примеры рассмотрим, то есть, грубо говоря, так же, как в Друльсе, где мы рассматривали некоторые сущности и отношения между сущностями, провог также позволяет вам подобную систему строить, то есть, вы описываете некоторые сущности и отношения между ними. В качестве сущности у вас выступают так называемые атомы, ну, их так называют в языке, то есть, это некоторое строковое описание, ну, некоторая строчка, да, там можно ее в кавычки взять, если вам нужно какой-нибудь пробел использовать. Вот, это некоторые ваши сущности, то есть, вы их просто называете текстом, как говорите, так и называете. Кроме там таких вот сущностей есть еще числа, то есть, можно некоторую арифметику реализовывать на нем. Есть составные типы, то есть, можно некоторые структуры данных делать, как некоторый набор таких вот элементарных сущностей. И есть такое понятие, как предикат, то есть, описывающие отношения между сущностями, раскрывающие это отношение, да. Ну, как вот на примере, пример показывает города, штаты, страны и части света, как между собой связаны. Что Торонто, так, сейчас это не совсем то, да, сейчас как бы суть в том, да, что у вас есть, фактами у вас являются просто некоторые строки. То есть, например, что Атланта находится в Джорджии, Хьюстон находится в Техасе, Аустин находится в Техасе, Торонто находится в Онтарио, это штат в Канаде, да. При этом у вас есть страны, там США, Канада, и описано, что Джорджия находится в США, Техас находится в США, а Онтарио находится в Канаде. И у вас есть части света, где сказано, что США находится в Северной Америке, Канада находится в Северной Америке. То есть у вас выстраивается такая своего рода иерархия, то есть отношения между сущностями, которые позволяют вам описать вашу предметную область. То есть такая игрушечная предметная область, ваша база знаний, факты об окружающем мире. Соответственно, в провоге вы можете писать запросы к таким базам. Например, вы можете проверить, что используя вот такие предикаты, то есть сущности это просто некоторые названия, а предикаты это тоже некоторые названия, которые объединяют несколько сущностей. То есть говорят, например, что некоторые штаты находятся в США, то есть просто через их, что в США находится Джорджия, в США находится Техас. Соответственно, такие же предикаты могут быть некоторым внутренним, то есть некоторый рекурсивный еще вызов, где, например, Атланта находится в Джорджии, Хьюстон находится в Техасе, Аустин в Техасе и так далее. То есть вы можете выстраивать в провоге вот такие вот конструкции, чего, например, не было в Друльсе. В Друльсе просто было если то, то в провоге немного другая идеология. Здесь идеология именно построения вот таких вот рекурсивных отношений, которые позволяют вам строить вашу базу знаний, состоящую из элементарных фактов и объединяя эти факты в некоторые цепочки. Вот. Таким образом, вы можете, например, имея такую же базу знаний, описанную подобным образом с помощью предикатов, с помощью отдельных фактов, вы можете, например, писать теперь некоторые запросы к вашей базе знаний. Например, спросить, находится ли, например, Москва в США. А мы, соответственно, выполнить, да, он скажет, что нет. В соответствии с его базой знаний ничего такого не было найдено. Вот. Ну, если, например, там не Москву спросить, да, а, например, Хьюстон. Ну, соответственно, он вам ответит на вопрос в систему, что да, такой город есть в США. Вот. Можно делать более сложные запросы. Например, спросить, а скажи-ка мне, а где находится Хьюстон? То есть есть специальный тип примитивов в провоге. Это переменные, там, или они как называют их, унификация, да, то есть некоторые подстановки. То есть вы можете спросить, а вот в этом предикате слева что-то указать и справа спросить, а дай-ка мне все, к чему подходит левая часть. Да, и он вам, соответственно, все это расскажет, да, что в Хьюстон у вас входит в Техас, он является тоже частью США, и он находится в Северной Америке. То есть он, по сути, подстановку делает, разворачивает вот это вот дерево, которое мы здесь с вами описали. Можно просто спросить, да, вот скажи мне вообще все, что есть. Он вам выдаст всю вашу базу знаний, которая у вас есть, да, кто с кем, как взаимодействует. Вот, то есть причем отличие, да, особенно всех этих старых языков, да, что у вас, например, чувствительно к регистру. То есть если вы задаете Х большой буквы, то это подстановка. Если с маленькой, то это уже какой-то конкретный город, да, который он пытается найти. То есть он не может найти город Х, но если, например, написать большую букву Х, да, то он, соответственно, сразу скажет, что поймет, что вы пытаетесь подставить. Ну, то есть спрашиваете его, а что сюда можно подставить, какие значения. Вот, то есть такого рода запросы можно делать. Ну, пару слов о том, как движок устроен, про ООГ, да, то есть мы с вами посмотрели, как устроен движок Друлса, как происходит вычисление. Значит, ну, тут тоже пример есть, попытаться найти Торонто в Северной Америке. То есть как происходит поиск. Можно вот набрать, например, спросить, есть ли Торонто в Северной Америке, да. То есть он нам сразу выдал фалс, почему-то, понятно. Сейчас разберемся. В США его нет, потому что это Канада. Вот, если написать Америка, да, он скажет, что да, в Северной Америке есть Торонто. Вот, и здесь, соответственно, на примере, там, в книжке по правогу разбирается, как происходит логический вывод. Смысл логического вывода в том, что просто идет по порядку и проверяет все подряд. То есть вы ему задаете предикат, который нужно проверить, задаете ему условия Торонто-Северная Америка. Соответственно, первое, что он находит, это вот эту часть, да. То есть он идет как бы сверху вниз. Значит, он берет, то есть самый верхний предикат, верхний уровень, да, это вот это, потому что он основывается на вот этом предикате, где указаны страны. А страны, соответственно, имеют вложенность еще один предикат, который непосредственно уже соответствует конкретным примерам, конкретным фактам. Соответственно, система правога внутренней, она начинает по порядку перебирать. Вот у нее есть предикат верхнего уровня, связанный с Северной Америкой, да, тут отмечено, что это, у него есть два определения верхнего уровня. Вот они здесь указаны, да, это восьмое и девятое, восьмой и девятый предикат. Соответственно, он первое, что делает, он по порядку проверяет, в порядке исследования, да. Сначала проверяет восьмой, потом проверяет девятый. Значит, он проверяет восьмой, да, смотрит, что внутри еще один предикат. Значит, лезет, смотрит, пытается уже подставлять, да, конкретно берет США. То есть вместо Северной Америки у нас в восьмом предикате было США указано. Соответственно, он начинает проверять предикат Торонто-США. Значит, опять-таки, в порядке исследований у него есть пятый-шестой с США, да. Соответственно, начинает тоже по порядку их проверять. Проверяет пятый, Торонто, Джорджия. Значит, бежит по всем элементарным, где есть с Джорджия, да, с Джорджия у него только один. Но здесь Торонто нет. Соответственно, он видит, что здесь ничего нет, возвращается назад. Проверяет теперь шестой. В Техасе. Есть ли в Техасе что-то или нет, да. Тоже в Техасе есть только Хьюстон здесь и Аустин. Он их оба проверяет. Видит, что Торонто здесь тоже нет. Снова возвращается назад. На этом уровне здесь ничего уже не осталось, да. Поэтому он выходит на следующий уровень, возвращается и смотрит следующий, на девятый. Теперь про Канаду проверяет. Видит, что есть в Антарио указан Торонто, такой факт. И говорит о том, что все, факт нужно найти. То есть проволок – это такая система, где последовательно перебираются правила, заходят внутрь. До тех пор, пока сравнение у вас существует, он идет внутрь, углубляется. Как только сравнения нет, он возвращается на уровень назад. Опять ничего не нашел, вернулся опять назад. И так до тех пор, пока не дойдет. То есть если он вообще ничего не нашел, прошел все правила, все факты, ничего не нашел, вот он вам выдаст ошибку. Ну, вернее, не ошибку, он скажет, что ничего нет, ничего не смогли найти. Вот в этом основная суть проволока. То есть в целом сам по себе язык достаточно простой. Здесь есть еще разные тонкости. То есть так же, как в Друльсе. Другой пример с генеалогическим деревом, то есть отношением детей к родителям. Например, вот если мы хотим какие-то более сложные условия делать, то есть мы тут простые условия ставили для городов из серии «найди мне город здесь» или «найди мне все части, где встречается этот город». Вот, то можно, например, делать более сложные условия, объединяя их по знаком «и», «или». Ну, рекомендуют вот на примере генеалогического дерева проверять. То есть, например, мы составили дерево, где мы знаем у каждого человека, кто его мама, кто его папа. В том числе у мамы папы свои есть мамы папы. То есть, например, мы хотим найти дедушек, всех дедушек какого-то человека. Мы можем использовать несколько предикатов, объединенных знаком «и». То есть, например, мы хотим найти дедушка, это у нас отец любого из родителей. Соответственно, у нас первый – это ребенок, а это отец. И через запятую мы можем указывать те предикаты, которые мы хотим через «и» взять. Соответственно, мы берем здесь «чайлт». И, например, мы хотим у Кристи или у Мелоди узнать, ну, или давайте там, не знаю, у Стефани узнать, кто ее дедушки. Соответственно, вот у нее есть два дедушки. У нее есть Штефан и есть Даниэль. Два дедушки, которые через почему-то… Так, «си» – это «грег». Наверное, так, да. Сейчас. Не так. Сейчас давайте проверим, что тут не то. Значит, у нас первый аргумент – это родитель, это родитель, да, а это ребенок. Соответственно, родитель у нас мы сюда вставляем как «ц», да. То есть дедушка – это отец вашего родителя. Соответственно, если здесь у нас родитель, parent, да, то есть это будет наш дедушка, то «ц» – это наш родитель, а родитель идет через отношения просто родитель и конкретно ребенок. Поэтому если мы указываем Стефани, да, то у нее мама – это Кристи, а у Кристи у нас есть только один родитель, Джин, почему-то. Почему-то у нее нет мамы. Очень странно. Ну, можно выбрать кого-то, у кого есть мама и папа, да. Например, кто-нибудь, у кого есть оба родителя. Сейчас. Что-то непонятно, почему здесь других нет. Вроде Леонор. У Леонора есть. Да, там мама вроде бы есть. Да, у Кристи. Так, это все-таки ребенок, наверное. Первый все-таки ребенок, а не родитель. Нет, тут все по одному, тут нету по двум родителям. Странно немножко. Ну, давайте кого-нибудь добавим тогда. Нет, почему? Фазер. Вот тут Кристи у нас есть Джин. Слева должна быть. Сейчас, мне кажется, тут что-то... Давайте добавим Фазер, Леонор и еще кого-нибудь. Странно, что видите... Леонор. А, ну вот парень, да, парень есть Грег. То есть он парень, отец для Штефани и Даниэль. Сейчас. И у него, вот у Штефани есть, смотрите, отец и мать. Давайте попробуем ее взять. А, мы ее, кстати, и брали. Мы ее брали. Так, но при этом она почему-то ничего не нашла у вас. Да, странно. Так, а нам нужен тогда отец или мать Грега именно, а не Стефани. Вот у Стефани отец и мать, а отца Грега-то нету? А, все, да, Грег, 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 точно, Грег нам нужен. Все, правильно. Сейчас. Так. Нет, нам надо добавить еще один отец и добавить еще это имя, и через запятую уже Грега. И тогда должны вытащить отца Грега. Я просто пытаюсь понять. Вот они пишут, что первый аргумент – это родитель, да, а второй – это ребенок. Так. Значит, смотрите, parent – это если отец. Parent – x, y, да, это отец – x, y. Все правильно, да, значит, x – это у нас, получается, родитель, да, у нас учится, а второй – это у нас ребенок. Соответственно, отец, отец, вот, давайте присмотреть, значит, отец. Грег является отцом Штефани, да, а у нее, получается, никого нет, они нигде родителем не являются. Даниэль, Джим, Джим тоже нигде почему-то не является родителем. А, вот, Джим, смотрите, является. У нас же сейчас ошибка именно в этом условии. У нас нету отца Грега, поэтому, в принципе, он дает холст. Я пытаюсь найти кого-то, кто будет, у кого будет дедушка, грубо говоря. Видите, у Джима тоже нет, он тоже везде родитель. То есть, он родитель у Мелоди и у Кристи. Так, а тут нету вообще по условию дедушки. Давайте добавим. А, нет, 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 а вот есть, смотрите, Джим является родить отцом Кристи, а Кристи является мамой Даниэла. Вот, наверное, вот так может, да. Да, видите, он сказал, что Джим является дедушкой Кристи. Получается так. Ну, как-то странно, почему тут, либо тут не все скопировано было у меня. Ну, видимо, я не все скопировал, там, на самом деле, получалось еще и двух, как бы, дедушек найти, и по маминой линии, и по папиной. Ну, неважно. Смысл, я думаю, понятен, да, что с помощью простых операций И можно, например, строить более сложные условия. То же самое, там есть операция ИЛИ, есть разные квантификаторы, там, например, отрицание и так далее. То есть, ПРООК в этом плане позволяет вам выстраивать такие отношения, ну, то есть, описывать базу знаний в виде некоторых отношений, предикатов. Вот, и потом с помощью этих предикатов выстраивать некоторые запросы к базе знаний, чтобы получать ответы на вопрос. Значит, это то, что касается самого языка ПРООК, он достаточно простой, на первый взгляд. На самом деле, там есть еще структура данных, то есть, можно, например, описывать не просто отдельным словом, да, можно, например, совокупность фактов объединить в один факт. Есть возможность вычислений, то есть, строить вычисления, там, по-моему, как-то так он пишется. То есть, вы можете сказать, что некоторые факты, это, например, 1 плюс 3. Вот, и он вам его посчитает, да. То есть, там, в том числе, там, например, через дробные некоторые значения. Там есть всякие функции математические. Часто это используют, например, для того, чтобы добавить какую-то нечеткую логику, да, в вашу систему. То есть, вы можете уже, например, какие-то условия делать, там, больше-меньше и так далее. То есть, например, там, если спросить его меньше нуля, да, что он нам скажет? А, не может такое. Ну, там, в общем, есть возможность еще условия ставить, но сейчас пока, не помню, сейчас как-то точно это делается. Вот, то есть, таким образом, можно в этих предикатах использовать еще и некоторую арифметику плюс логику, да, то есть, сравнивать значения. Таким образом, можно, например, какому-то предикату, ну, какому-то такому значению с помощью предиката присвоить некоторый численный смысл. Вот, есть там еще списки, то есть, можно объединять факты некоторые списки и, например, применять некоторую рекурсивную процедуру обработки этих списков. Вот, и примерно где-то вот там начинаются все сложности пролога, его неочевидность. Вот, но мы туда не будем сейчас нырять. Значит, там, тут гораздо просто интереснее показать, да, что вот можно такие конструкции выстраивать, отношения между сущностями, и, соответственно, писать некоторые запросы к вашей базе знаний, чтобы получать некоторые результаты логического вывода. Собственно, в этом и состоит суть вот этих, вот этого логического подхода, где вы можете автоматическим образом, анализируя связи между сущностями, получать ответы на ваши вопросы. Вот, в принципе, все, что вам нужно пока знать про провок. Давайте сейчас тогда еще посмотрим еще одну статью. Значит, в ней тоже применяется провок для того, чтобы построить систему анализа. Ну, это уже такая, конечно, такая академическая статья, по ней это видно. Вот, но, тем не менее, здесь уже пытаются решать какую-то такую практическую задачку. Задачка состоит в том, что у вас для разработки какой-либо системы формулируются требования, на человеческом языке, да, и вам нужно проанализировать эти требования на их противоречивость, либо там на дубликаты требований. То есть это такая работа аналитика, аналитика человека, да, который читает все, что ему там заказчик понаписал, все, что он ему там нарассказывал, и пытается это сформулировать в виде некоторой логической системы, непротиворечивой. Вот, и вот коллеги здесь занимаются из Новосибирска, да, которые занимаются разработкой такой системы, куда вы вбиваете на человеческом языке некоторое описание вашей задачи. Это могут быть там сотни страниц, тысячи страниц текста с интервью вашего заказчика. Вот, и система в таком полуавтоматическом режиме, в автоматическом режиме переводит все это в систему правил, ну, вернее, не в систему правил, в систему базы, базы знаний на языке пролог, то есть, ну, вот примерно в таком виде, да, то есть она раскладывает на сущности этот текст, выстраивает такую логическую систему, где все со всеми связаны, для того, чтобы искать потом с помощью набора правил, искать противоречия. То есть, когда, например, пользователь начинает требовать от вас прямо противоположные вещи, то есть я хочу делать вот это, а потом через два дня он вам говорит, что я хочу делать там прямо противоположно в тех же условиях. Вот, чтобы такие противоречия искать, вот, занимаются люди такими задачками, да, строить систему, которая позволяет в автоматическом режиме решать подобную задачу. Ну, и мы посмотрим сейчас просто, как они это делают. Опять же, это всего лишь один из примеров, может быть, не самый наглядный, но, тем не менее, он в открытом доступе, и можно посмотреть, как люди занимаются решением подобных задач. То есть, на самом деле, нетривиальная задача, которую сейчас делают, как правило, аналитики, читая огромные толмуты того, что там заказчики в ТЗ написали, пытаются построить систему, которая будет автоматически такую работу выполнять, совершенно нетривиальную. Вот, как они это делают? Они разбивают эту задачу на несколько частей. Значит, у них есть, на входе получают они текст, текстовое описание требований, да, разбитое на некоторые предложения. Дальше они этот текст пропускают через анализатор семантический, который делает синтаксический разбор этих предложений. То есть, он пытается окончание убрать, пытается разделить части речи, то есть, подлежащее, сказуемое, пытается выделить субъект, объект в вашем предложении. Вот, и дальше используется вся эта информация для того, чтобы сформулировать требования требования в виде некоторого набора простых утверждений, ну или, скажем так, простых отношений, которые в правой ге мы рассматривали. Вот эти отношения у них строятся по принципу того, что есть некоторый субъект действия, то есть, фактор они его называют, ну, некоторое действующее лицо. У них есть некоторые действия, которые это лицо хочет совершать, и есть объект, над которым это действие производится. И смысл их системы в том, чтобы текстовое описание в таком автоматическом режиме трансформировать в набор отношений, состоящих из трех сущностей. Это действующее лицо, это действие, и это объект, над которым действие совершается. Вот, разложив всю информацию на такие три сущности и связав их между собой, они дальше используют набор правил для того, чтобы пытаться найти противоречия. То есть, в том случае, когда, например, у вас одно и то же лицо пытается делать два прямо противоположных действия. Ну, мы с вами посмотрим. Тут есть несколько примеров еще. Понятно, что они такие немножко, может быть, искусственные, но, тем не менее, общая идея понятна. Значит, что они, как у них, например, их база знаний выглядит? Ну, здесь у них чуть-чуть подрезано, не хватает одной сущности, связанной с требованием. То есть, у них есть набор, наверное, здесь будет лучше это показано. У них есть набор базовых сущностей, то есть, ну, некоторые базовые классы. То есть, да, это, во-первых, требования, во-вторых, действующее лицо, во-вторых, действия и, наконец, это некоторый объект действия. Все они, конечно, ну, тут в связи с тем, что они используют некоторую нотацию для описания предметной области, они используют уверенную нотацию. Соответственно, у нее есть такой общий класс сущность. То есть, есть четыре сущности. Это требования, действующее лицо, действие и объект действия. Соответственно, они рассматривают в своем примере два требования. Значит, первое требование стоит в том, что… Ну, сейчас вот чуть подробнее посмотрим, да, тут у них не приводят пример. Сейчас где-то здесь было, ну, пример, да, вот у них есть два требования, сформулированные на русском языке, потому что статья на английском. Значит, что я как менеджер могу удалить только добавленное мной описание товаров, да. И второе требование, что я могу редактировать… Я как менеджер могу редактировать описание всех товаров из каталога. То есть, тут такие на вполне понятном языке описаны требования, которые они пытаются развожить сначала на части, то есть, провести сначала синтаксический анализ, потом на основе синтаксического анализа с помощью набора правил попытаться трансформировать их вот к такому описанию, да, то есть, два требования выделить. И затем применить правила для того, чтобы попробовать найти противоречие. Вот, ну, сама антология, да, она состоит из четырех сущностей, то есть, требования, у которого описывается, что есть ли у него действие, кто является действующим лицом этого требования, какое действие оно описывает, да, и каким объектом оно производится. Также есть свойства, связанные с тем, каким может быть требование, оно может быть, может с кем-то конфликтовать, соответственно, будет указано, с каким требованием. Оно может дублировать какое-то требование, может пересекаться с ним, то есть, например, иметь общее действующее лицо или одно и то же действие описывать, или один и тот же объект, и может вообще никак не быть связанным, да, то есть, тоже некоторые отношения описаны. Значит, и есть вот эти три сущности. Это само действие, ну, само действующее лицо, которое тоже может между действующими лицами, тоже могут быть какие-то взаимосвязи. Например, могут быть взаимосвязи иерархические, когда действующее лицо является под множеством некоторого более общего действующего лица. В данном случае они приводят пример, что старший менеджер является под видом менеджеров. Соответственно, старший менеджер, его свойства, отношения из actor – это менеджер, да, то есть, старший менеджер – это менеджер. Вот, у них может быть, соответственно, не быть никаких отношений, тоже у них отдельно отмечается. Могут быть отношения по принципу, что одно и то же, да, то есть, например, как они это приводят пример, st-менеджер с сокращением st – это то же самое, что старший менеджер, то есть, есть какая-то система сокращений. Ну, по сути, синонимы, да. А есть отдельные еще синонимы. То есть, они там приводят пример, что когда на английском языке, что он может просматривать view, а может просматривать как лист, да, то есть два слова, описывающие, по сути, одно и то же, два разных слова. То же самое примерно про действия, только тут добавляются еще прямо противоположные действия, да, то есть, так как они будут искать противоречия, то их интересует, что, например, один, ну, то есть, что не может быть, например, противоречивых действий, да, поэтому у них дополнительные здесь отношения между действиями – это противоречия, то есть, чтобы найти противоречия в требованиях, да, нужно дополнительно связывать действия между собой, некоторым отношениям по принципу антонимов. То же самое действия могут быть иерархичными, то есть, какое-то действие может быть под видом, под множеством некоторого другого действия, да. Может, также не может быть отношения, действие может быть частью другого действия, То же самое, может быть, одно и то же действие называться похожими словами, например, путем сокращения, да, и тоже могут быть некоторые синонимы. Аналогичная ситуация с объектами. То есть можно точно, ну, почти те же самые поля один в один, да. Вот такого рода антологию они предлагают для того, чтобы описывать все требования к некоторой информационной системе, ну, на самом деле, не только к информационной системе, к любой разрабатываемой системе. Вот, и их задача состоит в том, чтобы из текста сформулировать, ну, заполнить, да, все вот эти поля, все эти отношения построить из обычного текста. Значит, они используют некоторый готовый фреймворк, они его называют KONU, не знаю, что это такое, да, а это формат, а фреймворк называется UDPI. Это еще некоторые стандартные решения, которые позволяют вам предложение разбить на наборы некоторых элементарных описаний, да, ну, вот как они приводят пример. Вот как это выглядит, да, что здесь на все, на ваше предложение, да, вы можете, по сути, его разложить по косточкам, да, то есть тут указаны части речи, здесь есть, вот, например, указано, что является корнем этого предложения, да, что оно описывать некоторые действия хотеть. Также здесь можно объект-субъект выделить, ну, вот они тут приводят, да, структуру, которая получается в результате вот такого автоматизированного разбора, где сразу видно, что вот есть некоторые действия, да, есть действующее лицо, причем система даже понимает, что я не является действующим лицом, что это просто местоимение, да, которое, на самом деле, соответствует менеджеру. Вот, есть действие удалить, есть, соответственно, что удалить, тоже оно раскладывается на кусочки. То есть они используют такую информацию, плюс некоторый набор правил, они тут примеры приводят, продакционных правил, которые позволяют вам вот по этим признакам выделить, ну, сформулировать, выделить эктора, действующее лицо, выделить действие и выделить объект, над которым производится действие. Таким образом, прогнав текст ваших правил, текст ваших требований, да, вы на выходе получите вот что-то подобное, да, где у вас будет все с друг другом взаимосвязано, и на такой вот базе знаний вы можете, соответственно, попытаться найти противоречия. Значит, для противоречия они, соответственно, тоже формируют отдельную базу правил, она у них строится по принципу тоже некоторых предикатов, да, то есть если актер 1, актер 2 связаны между собой, по некоторому отношению либо вложности, либо самими собой, да, то есть тут они пример приводят, разложение менеджера, да, вот на такие вот отношения, что менеджер является самим собой, вот он здесь менеджер, senior manager, да, он является самим собой, вот тут senior manager, при этом он является одновременно еще senior manager 02, да, то есть первый это старший менеджер, а второй это st manager, то есть сокращением, да, вот у них same as, да, позволяет вам объединять старшего менеджера и st manager, да, то есть в требованиях это будет одно и то же, по сути, вот, то же самое там с relation, актер, да, то есть отношения, что они примерно одно и то же делают. Таким образом они раскладывают весь текст, ну, такие сложные структурки, да, с описанием всех этих отношений и дальше пытаются применить правила продукционные для того, чтобы попытаться найти противоречия, да, но здесь смысл в том, что если у вас один и тот же, одно и то же действующее лицо пытается сделать прямо противоположные действия, да, и над одним и тем же объекты, да, то мы описываем это требование как конфликтующие. То же самое по, если какие-то над частями объекта, да, пытаются произвести прямо противоположные действия, то же самое с частями какого-то действия, да, то есть это просто примеры правил, которые они тут привели, да, на самом деле они пишут, что здесь у них больше 150 правил, порядка 150 правил, которые позволяют вам найти противоречия. Вот, ну и в целом они все это в пролог потом экспортируют эти правила и эти факты и получают такую работающую систему, которая позволяет вам искать противоречия. Тут парочку примеров они вот приводят, да, что если пользователь может удалять и может только просматривать, да, комментарии, то это означает, что есть противоречия в требовании, да, то есть он может либо удалять, либо только просматривать. То есть если вот слово только, да, то, соответственно, оно является противоположным вот этому. Вот это такой вот простой пример системы, которую пытаются решить некоторую такую нетривиальную задачу по анализу требований. Так, наверное, на сегодня мы все. С логикой мы...